Мастерская QGarden работает с восьми. Привет всем добрым людям, с вами Елена и садовая мастерская QGarden. Мы работаем каждый день, мы работаем для вас и для ваших садов. И это хроники нашего развития, развития семейного бизнеса. Давно не снимала, решила изгнать с самого начала, а начало у нас, конечно же, в код. Сейчас я спиной стою в мастерской, а с той стороны у нас магазин-светофор, и он является ориентиром. Его легко находит Яндекс.Навигатор, к нему можно подъехать, там припарковаться и к нам зайти. Вывеска у светофора без буквы «Р», но это не помешает Яндекс.Навигатору найти светофор. Вот вы к нему подъехали, здесь достаточно просторная парковка, здесь можно припарковаться в любое время. И вот поворачиваете налево и идете к нам. Да-да, нам нужно сделать вывеску, нам нужно сделать ворота покрасивее. Вот как ребята, которые наши соседи, у них все красивенько сделано. И мы тоже сделаем себе красиво и тематично. Итак, вы приехали к светофору и заходите в эту дверь. Пойдемте. И как я уже сказала, мастерская работает. Работает с восьми. Вон уже все тут в процессе. Новиночка, которую скоро буду вам показывать. Вот такая большая полутораметровая луковка для азалий и небольших рододендронов. Ну а мы идем дальше. Идем дальше. Здесь стоят фасанчики ваши ждут отправки. И да, у нас начались работы на территории. Посмотрите, сколько места. Сколько места. И, в общем-то, радостное такое для меня, как садовника, радостное обстоятельство, что там под самым вот этим вот, под стеной, не бетон. Там, в общем-то, можно будет что-то посадить. Смотрите, какую яму выкопали. Буквально к центру земли. Вот. Получается, больше, чем сама стена. Больше, чем сама стена, да, выкопана. Вообще, обалдеть. Конечно, тот сад, который я себе представляла, вряд ли здесь получится, потому что промзона есть промзона. Ну, например, у нас вот соседи занимаются фасовкой яиц. И эти яйца иногда у них пропадают. И весь этот запах замечательный идет к нам. То есть, садовое какое-то мероприятие здесь уже назначать проблематично. Вот мы все сюда соберемся и будем вот это вот нюхать. Не вариант. Вообще не вариант. Причем, это непредсказуемо, когда происходит. То это есть, то этого нет. Когда вот у них в очередной раз пропадут яйца, мы не можем предсказать. Опять же, да, вот на противоположной крыше ремонт. То есть, это промзона. Это промзона. Здесь шумы, здесь запахи, здесь все такое. И поэтому, в общем-то, демо-сад, который я себе восторженно представляла в самом начале, когда мы сюда приехали, вряд ли получится. Ну, тем не менее, что-то посадить демонстрационное, там, розочку какую-то, да, и поставить к ней обелиск, клематис и поставить решеточку, ну и так далее, да, вы понимаете о чем. Чтобы покупатели, когда приезжают к нам сюда, в наш магазин под открытым небом, могли увидеть, как это в действии. Так что, планов много, и я очень рада, что там не бетонные плиты под самую вот стену. То есть, что-то посадить можно. Это хорошая новость. И это тоже хорошая новость. Здесь можно сделать какие-то навесы, да, то есть, использовать промзону для производства. Собственно, для чего она и существует, да. Любая промышленная зона для того, чтобы тут была какая-то промышленность. Вот. Ну, промышленность для нас это громко сказано, но тем не менее, да. Ребята, например, когда мы едем на какой-то заказ, да, на установку, между собой говорят, ну что, на завод будем возвращаться? То есть, для них, для мастеров мы, в общем-то, уже завод. И это здорово, это меня прямо порадовало, когда я первый раз услышала на завод. Мне понравилось это. Кроме строительства, у нас есть еще одна замечательная новость, которая, в общем-то, я думаю, вам понравится даже больше, чем то, что у нас вот здесь происходит. У нас, наконец-то, появился настоящий, полноценный и очень классный и красивый дежурный по лавке. Теперь вам будут отвечать на ваши вопросы, не будут задерганы, не будут чем-то заняты, куда-то уехать на доставку или на установку. И всегда это будет человек, который для вас будет вашим, как это сказать, коммуникатором с нашей садовой лавкой. У нас появился дежурный по лавке. Дежурная я, Татьяна. Татьяна, Татьяна, иди знакомиться. Вот сейчас заезжает этот эскаватор, сейчас мы быстренько познакомимся. Таня, скажи, что это ты. Привет всем добрым людям. По традиции меня зовут Татьяна. Теперь я буду отвечать на ваши звонки, принимать вас в гостях у нас с удовольствием. Пугайтесь, если я вдруг вам позвоню, потому что у нас практикуется, буду знакомиться лично по телефону, узнавать о ваших впечатлениях о нас и так далее. Все, у нас тут приехал эскаватор, так что мы заканчиваем и уступаем место другим сотрудникам. Здравствуйте. Так что, да, развитие идет, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но на все нужны ресурсы. А если ты вне ресурсов, то ты их делать ничего не можешь. Так что я очень рада, что совпали так обстоятельства. И огромное вам спасибо за то, что вы помогли нам освободить территорию. Уже практически половина всего, что у нас здесь было запасов, вывезена. И это здорово нам облегчило жизнь. И акция продолжается, да, нам хотелось бы, чтобы здесь мы могли иметь пространство для маневра. И что-то, когда вот эскаватор закончит свою работу, когда здесь уже можно будет наводить порядок, чтобы можно было, вот у нас было пространство для маневра. Ну и, собственно говоря, сейчас для отгрузок тоже, конечно, чем меньше здесь вот этого склада, чем меньше здесь складских вот этих вот запасов, тем нам будет проще. Да и вам хорошо. И вам же хорошо. Мы давно уже не давали такую большую скидку. Поэтому пользуйтесь моментом, будет ли она еще, да, получится ли у нас еще дать такую скидку. Если жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, науке это неизвестно. Помните, да, из этого замечательного фильма этот эпизод. Я желаю вам счастья. Выращивайте сады, украшайте их, радуйтесь, будьте счастливы. Все на этом. Ваша Елена и садовая мастерская Кьюгарден. Пока-пока. Садовая мастерская Кьюгарден.